Россия обладает несметными богатствами рыбных забасов и всяких прочих водных биоресурсов. И рыбная отрасль у нас вполне себе солидная, но крайне бестолковая. Точнее, не сама отрасль, а все, что происходит вокруг рыбной ловли. Отрасль, которая имеет природную ренту, она у нас работает с убытками. В целом, для Российской Федерации. В прошлом году российские рыбаки добыли во всех районах Мирового океана и внутренних водах около 4,5 миллионов тонн разных биоресурсов. И почти половину без всякой обработки тут же продали за рубеж. Зато у иностранцев купили миллион тонн засоленной, закатанной, закопченной рыбы и прочих деликатесов. По оценкам счетной палаты, налоговые доходы от всех этих комбинаций составили 9 миллиардов рублей. При этом Росрыболовство получило на науку и прочие нужды 14 бюджетных миллиардов. Не менее странно выглядит и отечественный рыбный экспорт. Выяснилось, что около половины наших биоресурсов уплывают через офшоры в третьи страны, где все это стоит значительно дороже. Доллар 25 центов на каждом килограмме солидные деньги, за которые можно, так сказать, и поработать, которые оседают в офшоре. Если это помножить на миллион тонн проданных биоресурсов, получится 1 миллиард 250 миллионов долларов. Каково? Однако федеральная таможенная служба никак не может установить порядок контроля таможенной стоимости товаров при экспорте. Но беда Дальнего Востока, большая беда в том, что мы проигрываем до сих пор большинство судов при конфликтах, при контактах с добытчиками рыбной продукции. И они, опять же, касаются таможенной стоимости. Кроме того, условия работы и стоимость услуг в наших портах таковы, что они просто вынуждают отечественных рыбаков продавать водные биоресурсы вовсе не в Россию. Это же касается и самого рыбопромыслового флота. Оказывается, у нас в стране зарегистрировано 120 рыбопромысловых судов, которые были куплены или модернизированы за границей. Но они никогда не швартуются у российских причалов. У нас большие все-таки там сборы портовые, таможенная пошлина, НДС, чтобы его ввести сюда, чтобы он работал. И это останавливает судовладельцев к работе в наших, так сказать, портах. Будем реагировать на это представление, в том числе путем проведения различного рода проверок и докладывать счету в палате. В общем, если ситуацию вокруг рыбной отрасли не исправить, она так и будет продолжать вредить российской экономике. А половина обитателей морских глубин по-прежнему будут попадать на столы к заграничным гурманам, у которых рыбный день вовсе не в четверг, а просто когда свеженькой рыбке захотелось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова